Вчера. Он приехал ко мне, по пути стреляли машину. Приехал ко мне и попросил, чтобы я его забрал. Я его забрал и сейчас отправил его в машину и в Донецк. На лечение? Да, на лечение. Точно так и глава администрации Клюев. Сейчас пошли угрозы судьям Конституционного суда. Это телефонные звонки, это электронные смс. Это всякими путями они это делают. Вчера, допустим, я говорю, депутаты выходили в партии регионов, с парламента их забросали ко мне. Активно из партии регионов выходят партийцы? Есть люди, которые не выдерживают, боятся за свои семьи. Это происходит поддавление? Есть, конечно. Но есть и предатели. Я не хочу сейчас об этом говорить. Я не хочу называть никакие фамилии. Пусть это будет на их совести, на их ответственности. Партия пережила много таких времен. Мы пережили 2004-2005 год, когда вышло из партии порядка 200 тысяч. Но потом вошло в партию более 600 тысяч. Сейчас ситуация, наверное, повторится. Полтора миллиона. Но пусть выйдет 500 тысяч. Хотя я не думаю, что столько много выйдет. Все равно партия здоровая. Мы видим повтор нацистский, когда в 30-е годы в Германии, в Австрии нацисты приходили к власти. Это повтор. Запрещали партии. Сейчас то же самое. Запрещали партию коммунистическую, партию регионов. Вешают ярлыки, преследуют, бьют и сбивают людей. Жгут дома, офисы. Более 200 офисов партии регионов сожгли в Украине. Все, Виктор Федорович, спасибо. Спасибо большое. Спасибо.